Друзья, привет! Сегодня покажу вам вариант изготовления ВД-40, которым сам пользуюсь. Также сделаем сравнение заводской жидкости ВД и самодельного состава. Приятного вам просмотра! Жидкость ВД изначально была разработана как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Отсюда и название ВД – Water Displacement – вытеснение воды. Ну а остальные свойства этой жидкости были выявлены намного позже. Сейчас же этот препарат больше ассоциируется как жидкий ключ, и на мой взгляд его магазинная цена явно завышена. Можно здорово сэкономить, используя простые компоненты и получать подобную жидкость в неограниченных количествах. Но об этом позже, а пока подготовим испытуем их. Для теста на проникающую способность прикупил пару увеличенных гаек М12. И чтобы они у нас благополучно заржавели, нужно смыть слой цинка. Я это делаю в растворе серной кислоты. Далее накрутим их до половины на болты. И в таком состоянии отправим их ржаветь. Дело это не быстрое, поэтому придется подождать. Ну а скоротать это время нам поможет онлайн экшен Crossout, в котором ты можешь собрать боевой спорткар из сотен деталей. Могущественный синдикат захватил город, уничтожая врагов среди небоскребов, деловых центров и монорельсовых дорог, чтобы вернуть контроль над мегаполисом. Получай новые детали и оружие в битвах. Теперь в Crossout есть кайдзю. Мощная сверхсовременная пушка. Улучшай свою тачку и побеждай других игроков. Устраивай рейды на боссов и зарабатывай репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Продавай ненужные детали другим игрокам на черном рынке. И покупай новые модули для машин. Генераторы невидимости, ховеры, радары, ускорители и многое другое. Покажи свое мастерство на самых безумных трассах города. Качай Crossout бесплатно именно по моим ссылкам в описании и получай крутые кибербонусы. Теперь перейдем к изготовлению средства. По образованию я не химик, поэтому пропорции взяты все из личного опыта. В одну емкость наливаем 50 мл жидкости для розжига углей на основе парафина. Важно именно на парафине, так как он гидрофобен и нужен в составе для вытеснения воды. Сюда же добавим 50 мл white spirit. Он также как и керосин имеет хорошую текучесть. И 10 мл моторного масла 5W-30. Затем тщательно все перемешаем и наш состав готов. Но пользоваться жидкостью в такой таре не совсем удобно. И если мы уж решили сделать свой состав, то пусть он будет в аэрозольном баллончике. Как можно видеть, этот баллон абсолютно пуст и при нажатии абсолютно ничего не происходит. Этот баллон от похожей жидкости российского производства. Его будем использовать, так как сам носик у него по сравнению с фирменным флаконом больше диаметром. И его будет проще заправить. К тому же у него есть вот такой клевый носик и трубочка никогда не теряется. Для заполнения жидкости воспользуемся вот таким шприцом. Он сюда подходит просто идеально. Набираем жидкость и заправляем баллон. Далее нам потребуется Обыкновенный газ для портативных газовых приборов. Его тоже немного закачаем в эту емкость. Как показала практика, он работает намного лучше обыкновенного сжатого воздуха. Но сначала нам нужно сделать переходник. Его сделаем из обыкновенного дюбель гвоздя 6х40 со шляпкой под потай. При помощи ножа вырезаем нужный нам кусочек и переходник готов. Ну а дальше легким движением рук перекачиваем газ. Как известно, газ в баллоне находится в жиженом состоянии. Поэтому просто переворачиваем баллон и он стекает вниз. Ну вот, друзья, наш самодельный состав уже готов. В нем уже присутствует газ. И теперь можно переходить к испытаниям. Заводской состав против самодельного. Для этого теста нам понадобится пара салфеток и пару пипеток, которые мы купили в магазине. Набираем пипетки и буквально по одной капельке капаем на наши салфетки. И как бы это странно не звучало, но наш состав выиграл. Проведем повторный тест. Ну и да, пятно у нашего состава гораздо больше. Ну и теперь можно переходить к следующим испытаниям. К этому времени у меня уже заржавели наши подопытные. Для теста на проникающую способность. Ржавела эта пара в одинаковых условиях. Так что я думаю, что тест будет очень даже верным. Пшикаем. И наша. Прошло 5 минут. Результат такой же жидкости еще не прошла. Ни на одном образце, ни на другом. Но хочу заметить, что она здесь есть. Это ВД. И это наш состав. Ну что же, друзья. Раз наш эксперимент немного затянулся. Как вы видите, обе жидкости еще никуда не проникли. Видимо, нужно больше времени. Я решил сделать новое испытание. И взял два куска ржавой трубы 15. И пару емкостей, в которых мы наполним нашу жидкость. Затем опустим туда наши трубы. И посмотрим, насколько за час поднимется жидкость на наших трубах. Как я уже говорил, в одну ВД. А во вторую наш состав. Наш состав, чтобы ничего не перепутать, подпишем. Ну и погружаем в них наши трубы. Друзья, спустя 10 минут уже результаты некоторые имеются. И я думаю, что продолжать дальше нет смысла. Я очень приятно удивлен, но наша жидкость все-таки выиграла. Посмотрим. Вот состав ВД. Он буквально на 25 мм пропитал эту трубу. А вот наша ВД. Почти 40. Результат уже налицо. Своей жидкостью я очень доволен. Тем более, что она практически бесплатная. А результаты этого эксперимента я выложу у себя на странице в инстаграм. Потому что, по всей видимости, придется очень долго ждать. Если вам будут интересные результаты, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мою страницу. Ну что же, друзья, вот такие результаты у нас получились. Честно говоря, я немножко в шоке от того, что наша самодельная уделала по проникающим способностям заводскую ВДшку. Ну и на этом у меня все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Мне будет очень интересно почитать. А с вами был, как всегда, я, Михаил. И это канал Добрый Мастер. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok